Передачу поддерживает Медицинас Центрс Арс. Медицинас Центрс Арс ежегодно инвестирует в приобретение новых технологий, чтобы каждый человек в Латвии смог получить лечение с использованием самых современных и инновационных методов. Также и отделение женской консультации уже с самого начала работы Медицины Центрс Арс внедряет новейшие технологии и методы лечения для ухода за своими пациентками. Мы очень активно ищем и виды, и образы, как помочь женщинам улучшить свое самочувствие и в сексуальной жизни, и вообще в повседневной жизни, что касается и последствий после родов, и последствий с возрастными изменениями. Специализация гинеколога доктора Дайги Барановской – гинекологические исследования, наблюдение беременности, хирургическое лечение, эстетическая гинекология. Относительно новое направление в гинекологии в Латвии. Доктор Дайга Барановская – коллега, которая идет по новейшим технологиям, она как следопит ищет, что самое новое в гинекологии, и она является первооткрывателем той отрасли, которая называется эстетическая гинекология. Очень интересная, очень новая, интимная, но, я думаю, многообращающая дисциплина в гинекологии. Эстетическая гинекология – современное решение для женщин, которые хотят улучшить здоровье интимной зоны, внешний вид, ощущение и качество жизни, в том числе и в сексуальном плане. Практически мы пользуемся всеми возможными методами, которые на данный момент в эстетической гинекологии предусмотрены. Это и лазерная медицина всяких разных подходов, и инъекции, омоложения всякие разные, и, если надо, конечно, мы предлагаем хирургическую коррекцию интимной зоны. Нужно понимать, что эстетическая гинекология – это не процедура для красоты. Ее нельзя считать просто женской причудой. Это важная и сложная медицинская отрасль, которая, благодаря знающим специалистам-профессионалам, способна избавить женщину от проблем, которые мучили ее долгие годы. Мне очень нравится, как работает доктор Барановска. Она очень профессионально отбирает пациентов для решения проблем путем высокой технологии или инъекции, или еще других методов. Она очень старается, и ей удается найти этот самый золотой срединный путь, чтобы не переувеличивать и не доделать эту ситуацию, потому что обе крайние ситуации – это плохо для пациента, но найти эту среднюю золотую линию для любой пациента – ей это удается. В зависимости от жала пациентки, состояния ее здоровья, врач предложит пройти наиболее подходящую лазерную процедуру или инъекции, которые зачастую комбинируются между собой для достижения лучшего результата. Важно то, что доктор владеет по возможности многими методами, потому что многие ситуации нельзя решить только одним подходом, и в разных стадиях проблемы надо подобрать тоже разные методы. Может быть, изначальные жалобы мы можем лечить одним каким-то видом лечения, а уже когда проблема наросла, нам надо подобрать что-то другое. Применяя новейшие лазерные технологии, на данный момент с более щадящими процедурами можно провести даже хирургические манипуляции, как для коррекции влагалища, так и для уменьшения половых губ. Мы обычно для улучшения результата пользуемся не только классическими, конвенциональными хирургическими методами, это скаллипли и коагуляции, может быть, и нитки подшивать, но и лазерная технология заодно, и эта комбинация, конечно, дает нам и легче производить операции, и улучшает, и облегчает пациенткам период рекабилитации уже после операционной. И там у нас возможности делать и хирургическую коррекцию наружных половых органов, чаще всего малых половых губ, и можно сделать и коррекцию влагалища, подшивать стенки переднюю и заднюю, ну, в зависимости от ситуации у пациентки. В эстетической гинекологии все более важную роль играют лазерные технологии, которые позволяют проводить процедуры для быстрого и безболезненного лечения различных проблем. Это и обновление, подтяжка влагалищных стенок, и мы можем делать обновляющие процедуры и наружным половым органам, и отбеливание, и тонизизацию, и лечение некоторых проблем тоже, которые появляются на наружных половых органах. Ну и если ситуация такая, которая требует такой немножечко коррекции, но не настолько серьезная, как с лазером, у нас есть возможности сделать коррекцию всякого характера инъекционными препаратами, и гиалуроновая кислота, и есть и другие, которые могут и увеличить объем в тех местах, где его не стало, или сделать что-то уже, там, где опять наоборот объем стал слишком большой, так что такие возможности у нас тоже есть. Новинка в сфере женского интимного здоровья – специализированная процедура физиотерапии для уменьшения таких жалоб, как недержание мочи. Биофидбек, физиотерапия у нас очень хороший помощник, потому что, безусловно, женщинам очень важно заниматься не только структурой слизистой, но и заодно тонусом мышц малого таза. Заботясь о женском интимном здоровье, уже традиционно в марте и апреле всем женщинам предлагают воспользоваться скидками на такие процедуры эстетической гинекологии, как Монолиза Тач. Монолиза Тач – это процедура, которая омолаживает влагалище, делает ее более упругой, и самые такие более точные группы пациенток, которым мы это обычно адресуем, это, во-первых, те женщины, которые жалуются на недержание мочи при физической нагрузке, особенно изначально при чихании, при кашле, при легком беге или прыжках. Это женщины, которые после нескольких родов, и особенно после повторных родов, чтобы лучше стянуться и лучше женщина себя чувствовала и в интимной жизни, и в повседневной жизни, эта процедура дает такую хорошую подтяжку. Ну и, конечно, третья немаловажная группа – это те женщины, у которых наступила менопауза, у которых пришли изменения гормональные, которые, безусловно, раньше или позже оставляют свои следы и во влагалищной стенке, и когда она становится менее упругой, она более тонкая, сухая, более раздражительная, и вместе с соответствующей медикаментозной подготовкой лазерные процедуры очень улучшают состояние слизистой, и это одна из групп пациентов, которые очень довольны потом результатом. Скидки в марте и апреле будут действовать также на гинекологические инъекции гиалуроновой кислоты. Уколов такие две самые, ну я бы сказала, важные группы пациентов. Это, во-первых, те, которые, может быть, не настолько раздражают расслабление и влагалище, но именно сам вход во влагалище такой растянутый, есть ощущение, что он не до конца закрывается, есть недовольность в интимной жизни у обоих партнеров чаще всего, и там с уколом мы можем дать ощущение, что вход во влагалище стал более упругим, и таким образом, конечно, эти ощущения очень значительно улучшаются. И вторая категория женщин – это с возрастом, у которых из-за каких-то возрастных изменений чаще всего большие половые губы теряют такой, ну как бы, объем. И тогда этими уколами мы можем улучшить и ощущение, и вид. Не стесняйтесь и консультируйтесь со своим гинекологом о возможности, которые предлагает эстетическая гинекология для улучшения комфорта интимной зоны. Пожелала бы любой женщине любить себя и не бояться любить себя во всех возможных видах. И если любая из вас чувствует какой-то дискомфорт или иногда задумывается о том, что что-то надо было бы улучшить или поменять, всегда есть какие-то новые возможности. То, что важно, не побояться, сходить, спросить. И если даже кто-то скажет, нет, надо идти к другому, или третьему, или четвертому, пока вы добьетесь того, что вы желаете и о чем вы мечтаете. И то, что очень важно, в наших докторских руках целое искусство, как комбинируя разные методы и разные подходы, мы для каждой женщины можем подобрать тот, для нее очень важный индивидуальный комплекс, который улучшит и омоложит ее не только на эту весну, но и на всю оставшуюся жизнь. Передачу поддерживает Медицина Сцентр САРС.